привет дорогие друзья с вами канал одна австралия александр петров вот выходим мы на рынок флемингтон если вы видите за мною вот такие вот ниши их две на рынке флемингтон вот здесь удобнее ставить свою машину буквально 50 метрах уже узнаем начинается рынок опять-таки ближе к этому рыбному концу или ближе к барахолке грубо говоря там есть и барахолка но но это уже как бы на любителя сейчас смотрю на овощи фрукты ребят запомните самое лучшее время покупать это с двух до трех штук здесь люди пытаются избавиться и уйти с рынка соответственно соответственно вы можете купить дешевле на нынешний момент практически очень мало овощей и фруктов которые буквально заканчиваются соответственно соответственно вы всегда можете на ткан даже в конце рынка купить все и купить дешевле вы допустим свеклу я купил по полтора доллара за килограмм капусту очень крупные вилки где-то килограмма наверно под 4 я купил по доллару за вилок хотя вот по два доллара три вилка за пять долларов вот удалось купить по доллару они просто распродавали все и это между прочим еще около по моему около пол второго то есть через полчаса где-то начинается хороший замес теперь смотрите никто не думает о социальном дистанцирование эти полтора метра и вы знаете за всю историю этого коронавесия ни один человек на рынке флемингтон не заболел а мы говорим о каких-то гостиницах а в общем-то но действительности может быть все эти кондиционеры и сопровождают вот это развитие болезни но это это как бы не наши проблемы это проблемы общества и проблемы общества это то что проблема федерального нашего парламента что старики в домах престарелых живут достаточно плохо скучно на них экономят и соответственно люди люди заболевают и я просто вам скажу что при том уровне истерии которые сейчас есть при том уровне коронавесия при том что даже в австралии неохотно врачи идут лечить тех кто может обладает каким-то коронавирусом скорее всего просто острое респираторное вирусное заболевание до инфекции орви соответственно ну на всех на людях это бизнес то есть если вы отдаете частной компании свои пенсии то не ожидайте что они будут работать без прибыли и опять таки я знаю некоторые старики немощные у них проблемы с самоконтролем но опять таки опять таки у людей у людей должно быть понятие что надо своих стариках заботиться я бы сказал что только 25 процентов людей немощные все остальные люди они нормальные люди просто дети не хотят заниматься маленькими детьми не хотят заниматься родители от стреков нету которые бы занимались детьми помогая родителям короче разрыв поколений приводит к тому что у нас ну полный бардак так что дорогие друзья я сейчас вот видите картошка куплю эту картошку по 5 долларов а вам желая заходить сюда вот пожалуйста весь весь этот рынок смотрите классное место когда люди говорят что здесь просроченные товары мы как вам сказать да здесь могут быть просроченные ну кто заставляет брать просроченные товары свинья навсегда грязь найдет нормальный человек нормально закупиться и здесь дело не в том что на мой взгляд дешево дело в том что кроме того что здесь дешево здесь есть все в одном месте здесь рыба вот на рыбу купили купили хек по 450 за килограмм в магазине такой хек стоит 11 12 долларов самый дешевый допустим валди здесь в два раза дешевле свежий нормальный а у этого человека рыбу порой беру потому что я в основном рыбачий но порой я беру морскую рыбу берут всегда уже в течение лет наверное двадцати двадцати одного с того время как я начал ходить на рынок вы никто так что дорогие друзья заезжайте сюда и вы всегда будете довольны спасибо